Вот так выглядит футбольное поле, которое последние несколько лет заменял учащимся школы села Ильичевского и спортзал и спортивную площадку. Естественно, о комфортных условиях для полноценных занятий физкультурой в любое время года тут речи и не шло. Зато теперь в школе появились сразу два новшества. Новая спортплощадка и большой спортивный зал оборудованы по последнему слову педагогической науки. Мы играем в футбол, волейбол, баскетбол, фасуем. Нас здесь учат, как правильно пользоваться мячом, как нужно бить его. Мы здесь занимаемся разными упражнениями, на скакалках прыгаем. Тебе нравится этот зал? Да. Спортивного зала в этой школе не было, что называется, отродясь. Поэтому и строился он практически с ноля. В общей сложности ушло на это два года. И вот красавец спортзал уже полюбился и ученикам, и преподавателям. Школьники признаются, что отсюда им и выходить не хочется. Из-за того, что мы занимались на улице, мы не могли нормально играть в баскетбол, волейбол. У нас не было ни сетки, ничего. И вот спасибо тем, кто всё построил, мы теперь можем спокойно во всё это играть. Я так полюбил этот спортзал, и, наверное, все ученики полюбили этот спортзал. Мы просто не хотим из этого спортзала выходить. Мы хотим все уроки там проводить. Рабочая площадь спортзала – более 300 квадратных метров, что позволит заниматься в нём физкультурой одновременно нескольким классом. Что же касается спортивной площадки, она тоже не простаивает. Ребята уже успели научиться новым спортивным трюкам, который с радостью практикуют не только на уроках, но и на переменах. С открытием этого нового спортзала два раза уже легче и работать. Дети в восторге. Просто не знаю, куда и как их остановить. Мы хотим каждый урок. Три уроки в неделю – этого им мало. Словом, новый спортивный зал стал отличным подарком для всех жителей Ильичевского ко дню республики. А школьники села ещё много лет будут добрым словом вспоминать его строителей.